Итак, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами Марина. Сегодня я готовлюсь пересаживать свои комнатные томаты. Вы видите, я уже начала сверлить ведро на 5 литров, прозрачно. Это очень хорошо будем видеть, какие корни, как там развивается все. Будет все налицо. Вот они вот такие. Видите, я сейчас взяла сверло специальное для пластика и стекла и буду сверлить. Ничего такого невозможного в жизни нет, если захочет женщина. Я думаю, женщина любая справится, если даже есть, знаете, какие молодцы женщины и по строительству, и по всем. Так что ничего здесь сложного нет. Готовлю горшки для пересадки. И еще хочу сказать, керамзит окисляет почву, поэтому хорошенько его надо промыть, обработать и в грунт добавлять доломитовую муку. Это очень хорошо раскисляет почву и почва не будет кислая. И еще на керамзит надо положить белое что-то или темную тряпочку, чтобы не соприкасался керамзит с землей. Так будет легче после вытаскивать, когда это будет необходимо. Но керамзит надо обработать. Итак, я сейчас начинаю. А то не поверит никто. Ну ладно, что тут, что-то такого. Надо снять, видите? Вот это надо снять. Сейчас мы ножичком снимем. Я очистила. Так, еще надо плоскочами. Сейчас вот так. О, сняла. Видите? Стекло, пластик. Толстый хороший пластик. Вот так. И вот здесь еще. Ну вот, видите? Наделала дырочек. Нормально. Еще следующий. Так что, если мы захочем, женщины, мы все сможем. Главное захотеть. Еще хочу сказать, не нажимайте сюда ни в коем случае. Вот я сейчас нечаянно нажал чуть-чуть и чуть-чуть продавила. Ну, сейчас покажу. Сделаю. Ну, вот видите? Вот она. А мне этого не надо. Мне надо небольшие. Вот. Так что не нажимать. Надо просто держать, и чтобы сверло работало. Не в твоем случае. Ошибки бывают иногда. Ничего страшного. Все готово. Три. Сейчас мы будем еще в горшке. Но после этого сейчас покажу, чем я буду делать. Это сейчас туда пойдем с вами. С помощью паяльника сейчас нагрею и сделаю вот здесь отверстие по краям и несколько еще здесь, посередке, чтобы вода не застаивалась. Брала в фикс-прайсе. Вот такая подставочка здесь. Все есть. Будет греться, а потом мы будем делать. Вот. Что это на подставочка? Вот так. Быстро нагрелся фикс-прайсский паяльник. Брала еще я года два назад. Сейчас не знаю, сколько они стоят. И даже не посмотрела. Вот была. Там и даже не посмотрела, есть ли они вообще в продаже. Очень удобно. То надо на газу проволоку жечь, ну, греть что-то такое круглое, то лоту прям вот при помощи паяльника. Раз и сделаю. Вот так. Вот такие мы делаем. И вот так еще здесь. Видно, что было. Вот так. И вот здесь еще. Где-то вот тут. Тут, наверное, сделаю. Вот так. Чем быстрее будет вода влагу испаряться, уходить, когда сильно томаты не надо поливать водой, ни в коем случае. надо, чтобы иначе будет черная ножка и все прочее, все болячки. И с утра всегда все действия поливать, подкармливать, все с утра, к вечеру не надо. Вечером мы спать ложимся и растения ложатся спать. Ну вот, видите, ловкость рук и никакого мошенничества. Ай, обошлось чуть-чуть. Ничего страшного. Вот такая вот у меня. Буду второе делать. Все. Спасибо вам за то, что вы посещаете мой канал. Я с вами, Марина. Может, кому-то пригодится. Спасибо. Спасибо.